Мы вернулись в студию. Напоминаю, на территории свободы сейчас находится основатель пресс-группы Реалитати Адамитра Цыра. Добрый вечер. Добрый вечер. Рада приветствовать впервые в моей студии. Спасибо за приглашение. Первый вопрос, конечно же, у нас 3 мая праздновался День свободы прессы. Мы выслушали много елейных речей по этому поводу, что Республика Молдова поднялась на 12 позиций, теперь занимает 27-ю позицию в мировом рейтинге свободы прессы. И вроде бы так бы оно так, но в моем случае мне показалось, что оно трошки не так получается. Потому что мы вроде как бы и свободны с одной стороны, но сказать, что мы в 22-м году пресса в Молдове чувствовали себя все в безопасности, я бы как-то с этим не согласилась. Госпенсера, действительно молдавская пресса теперь такая свободная? Свободнее, чем в Румынии, свободнее, чем в многих других странах, Европы в том числе? Ну, в целом, я думаю, для Республики Молдова масс-медиа в Молдове, да, свободная. То есть, есть очень много аспектов в этом смысле. Конечно, если пойти по негативу или случаи, которые могут случиться или потенциально могут случиться, да. То есть не все, скажем так, не все риски исключены, но в плане свободы для нас на сегодняшний день нету ничего, чтобы нас останавливало. То есть мы боремся за страну, мы боремся за людей этой страны, но мы не боремся против кого-то или кто-то борется против нас. В то же время я, у меня были моменты в медийной жизни, скажем так, за последние 12 лет, когда, да, мы боролись, когда мы, и я лично как бы перелазил через заборы и т.д. и т.п. Этого, ну, в целом этого нет, давно нет, с одной стороны. С другой стороны, насчет роста в плане 28-го места, ну, как говорят американцы, surprising for me. Это неожиданно для меня, потому что это имеет определенные коннотации даже в плане развития масс-медиа, потому что все равно ситуация масс-медиа остается очень плохой в плане развития самой индустрии, в плане развития медийных организаций и в плане самообеспечения, потому что в целом медийные организации, которые в состоянии, ну, обеспечить себя из денег, которые происходят на рекламном рынке, вот именно те медийные организации являются свободными и независимыми. Вот, вот, это как раз две позиции, которые были указаны в минусах Республики Молдова. Сори, еще один аспект. 28-е место, это означает, что у нас все хорошо, то есть нам нету необходимости доноров, внешних партнеров и так далее, чтобы нам в дальнейшем помогали. Но я подозреваю, что наша СМИ с этим не согласна. Я думаю, что даже партнеры, которые находятся, международные партнеры, которые находятся в Республике Молдова, они тоже не согласны с этим, потому что на самом деле, как бы, до самостоятельности, независимости и свободы пресса с точки зрения финансов, скажем так, мы очень и очень и очень далеки. Ну, может быть, это 28-е снизу бы заняло, наверное. Может быть, да. Из 180 стран, потому что даже в этом отчете указывается, что в Республике Молдова, уже у пресса в Молдове, есть большая уязвимость финансовая. Маленький рекламный рынок, и тот поделен между политическими игроками. На сегодняшний день сохраняется ситуация? Не обязательно. Не обязательно. Есть очень много факторов. Даже сегодня на первом медиаполисе-форум, организованном Freedom House и Internews, это была тема обсуждения, одна из тем обсуждений, скажем так. Так, опять же, аспектов очень много. В плане рекламного рынка мы единственная страна из региона, которая с кризиса 2009-2010 года не то что поднялись, мы ушли еще вниз. То есть, в целом, я очень кратко поясню, в 2009-2010 был крах рекламного рынка, и телевизионный рекламный рынок, в принципе, упал с 20 миллионов в год долларов или евро, он упал на практически 12. И держался так, в целом, вот почти 10 лет за последние два года, и два года я имею в виду 21-22, он поднялся 13+, и начал показывать определенный небольшой рост, то есть небольшой, это 200-500 тысяч в год. Началась война России против Украины, и рынок обвалился опять. 22-й год закончился, ну, рекламные агентства говорят в 10 миллионов, я думаю, что для телеканалов непосредственно это 8 миллионов, потому что все равно определенные деньги, скажем так, 10-20 процентов остается в рекламных агентствах за их очень важную работу, которую они делают. И в целом, превью или форкаст, как бы, то, что, ожидаемость, да, по 2023 году повторить уровень прошлого года. 1 марта 2022 года, как говорится, я очень хорошо помню этот день, просто все остановилось, то есть рынок стал сразу же минус 70%. Все рекламные кампании приостановились и так далее, и это долго-долго, практически к осени, к осени определенные деньги вернулись. Общие потери за прошлый год где-то около 40%. Даже несмотря на то, что определенная часть видеорекламы, да, которые на телевидении, она ушла в онлайн, и по показателям рынка онлайн у нас рост практически в 2 миллиона евро, эти деньги ушли в целом на рекламу в Фейсбуке и Гугле, то есть они никак не остались на рынке. А способствовало этому принятию нового закона о рекламе? Потому что это был один из аргументов при обсуждении, что когда вы меняете ужесточайшие правила и так далее, то вы просто подарите Гуглу, Фейсбук и так далее эти деньги, а из страны они уйдут, и развивать здесь никто не будет, им не надо здесь ничего развивать. Первое и второе, я помню запрет на рекламу лотрейных билетов, лотереи. Да, и не только. И я знаю, что несколько телеканалов, и не только телеканалов, от этого сильно пострадали, от этого закона. То есть законодатели, как рассмотрели ситуацию, они пришли на помощь или сказали, что это ваши проблемы? Я вам скажу три фактора прошлого года. Это война в Украине, с одной стороны. С другой стороны, закон по запрете рекламы лотерейных билетов, это составило примерно минус 10-12% рынка, общего рынка, телевизионного. Спасибо, господин Олайбе. Спасибо, господин Олайбе. Еще раз спасибо, господин Олайбе, за изменения в закон, который регулирует микрофинансирование в части промоушена, скажем так, не только реклама, потому что в этой ситуации сразу же 70% компаний по микрофинансированию приостановили свои рекламные компании, соответственно, это ударило примерно 7-8% по рынку. И с другой стороны, были банки, которые сказали, о, а у нас сегодня уже нету конкурентов, и приостановили другие 8-9-10%. Соответственно, спасибо, господин Олайбе, за прошлый год минус 25% рынка. Одной необдуманной инициативой. Почему я сейчас это спрашивала? Потому что, когда господин Олайбе еще не был министром экономики, и он был у меня в программе, я его тогда спросила, кто не знает, не помнит, я могу эту программу в описании на YouTube или Facebook добавить, я его спросила, когда они выступают с какой-то инициативой, считают ли они финансовые последствия той или иной инициативы. Вот сейчас, спустя год, мы только что услышали, какие были финансовые последствия, нескольких инициатив. Я присутствовал, даже не то, что присутствовал, участвовал и поддерживал свою позицию, то есть позицию рынка, со стороны рынка в этих двух решениях по лотерейным билетам. Во-первых, решение было принято, не основываясь ни на одном документе ресерча и так далее рынка, то есть это было реально на уровне, я был на центральном базаре, моя тетя мне сказала, двоюродная сестра в Бричанах мне сказала и так далее. С другой стороны, я спросил очень просто, окей, в 2018 году наша страна приняла закон и закрыла все казино и игровые автоматы. До закрытия было тысячи уголовных дел, насчет лотерейных билетов нет ни одного дела, даже ни одной жалобы, скажем так. То есть это один из очень важных показателей. Это помимо того, что, ладно, мы потеряли практически миллион двести, миллион триста евро из рынка, но потеряло государство почти миллиард лей в год. Государство потеряло почти миллиард лей в год из-за этого. По микрофинансированию до принятия этого закона парламент принял другой закон, что процентная ставка или, скажем так, профит, выгода компании микрофинансирования не могут быть выше ста процентов кредита или займа, который было выдано. То есть компания выдала мне тысячу лей, компания не может у меня взять больше, чем две тысячи лей. То есть это уже были исключены практически все риски банкротства, продаж квартир и так далее. То есть на сегодняшний день компания микрофинансирования физическим лиц не дает миллионы. Они дают 10, 20, 30, 50 и так далее тысяч лей. То есть это не те деньги, которые могут угробить судьбу человека. Соответственно, решение, которое непосредственно повлияло на рынок, в ней не было необходимости. Почему это случилось? Популизм? Я не думаю, что популизм. Я думаю, что это, скорее всего, куматризм. В том плане, что кто-то при разговоре за кофе или за вином рассказал какую-то историю, и мы придумали закон. То есть вместо того, чтобы заставить на тот момент ЧНФП, то есть комиссию, которая занимается непосредственно микрофинансовыми организациями работать и проверять исполнение закона, они решили пойти другим путем запретить рекламу. То есть люди не узнают, а соответственно не пойдут брать кредит. Это если мы пойдем выше, благо или основой, скажем так, на мою дипломатическую практику, образование и так далее, мою деятельность за последние 20 лет, у нас вообще концептуально государство идет по пути запретов принятия закона. Неразъяснение запретов. Всегда эти запреты и этот подход, он исходит из-за 2-5% рисков, которые существуют, реальных рисков, которые существуют. Соответственно другие 90% честных людей, скажем так, они должны брать на свои плечи как бы вот эту абузу. И в то же время я думаю, что государство может ради этих 2-5% рассчитать не только риски, но каковы эти потери. Иногда лучше потерять 10 лей и заработать завтра 100, чем просто не терять 10 лей и иметь только 10 лей в кармане. Это первая часть. За последние 30 с копейками лет, плюс, да, 30 плюс, 32 года, наше государство в целом принимает полузаконы, да, то есть и нашим, и вашим, и те, чтобы не обиделись, и эти, чтобы были нормальные и так далее. У нас нету решительных или в большинстве своем законы нерешительных до конца. То есть если мы запрещаем пропаганду, мы ее запрещаем. Если мы запрещаем определенные вещи, мы должны их запрещать. Мы не можем запретить, не закрывая, или мы не можем там что-то сделать, не доделывая до конца. Мы подошли с вами сейчас как раз к следующему моему вопросу, безопасность информационного пространства. За этот год очень много говорилось, особенно много говорилось после 24 февраля 2022 года. Приостановили лицензии шести каналам, закрыл СИБ до 10 сайтов, если я правильно помню. И все говорят об информационной безопасности, но при этом, когда начинаешь разговаривать с людьми, мало кто понимает, что это на самом деле и с чем это связано. Что мы можем сегодня сказать? Информационное пространство Республики Молдова, мы можем говорить, что оно уже безопасно? Нет, далеко не безопасно. Более того, я думаю, что большинство из тех шагов, которые были приняты, они неэффективны. Я вам расскажу почему. Вот конкретный результат пропаганды и дезинформации. Результат выборов в ГАГУЗ. Да, то есть, ну вот, там это происходит. Это происходит здесь, в Кишиневе. Это происходит по всей стране. И неэффективность этих решений очень проста. То есть, приостановились решением комиссии, приостановили лицензии, преостановили. До конца чрезвычайного положения. Да, шести каналов. Завтра, послезавтра, через неделю, через две, это чрезвычайная ситуация и закончится. Соответственно, они начнут опять работать. Да, то есть, законно. С одной стороны. С другой стороны. У нас есть два канала, которые буквально за месяц они мигрировали на другие каналы, контент. И они восполнили, как бы дошли на основе анонимных каналов, они дошли по рейтингам примерно на том же уровне. И они как бы выдают в эфир тот же тип контента. У нас есть кабельные сети, которые до сих пор показывают, там, не знаю, фильмы про войну, например. Которые запрещены. То есть, нет эффективности. И тут проблема в другом. У нас есть 95-96 год, когда нам всунули эту платформу по ретрансляции. То есть, местная лицензия на основе ретрансляции. И вот с 95-96 года мы живем на этой платформе. И никто или мало кто понимает, что в целом от смены чашки из одного угла в другой угол ничего не изменится. Нам нужно поменять стол. Нам нужно поменять платформу. То есть, нам нужно четко сказать, у нас больше нет ретрансляционных каналов. А что бы у нас для этого происходить? Извини, ретрансляционные каналы все в оригинале, в международном формате, если мы говорим о телеканалах, которые ретранслируются из Российской Федерации. Тот же RTR International, NTV International, RT International. То есть, все каналы, которые наши сограждане смотрят в Анталии или в Египте. И вот то же самое мы им даем посредством кабельных сетей, которые на сегодняшний день покрывают более 84% страны. То есть, это национальное покрытие по законодательству. Они смотрят сериалы, концерты, КВН и так далее, и радуются русскому языку. Если им нужна культура и так далее, они идут в библиотеку и читают Достоевского. Если они хотят кино и т.д. и т.п., у них есть интернет. Те, кто хотят построить, развивать и делать местные масс-медиа, они строят себе местный телеканал с местным контентом. Покупают кино легально и показывают легально кино. А не делают 4 часа там чего-то во время, когда люди не смотрят телевидение. И в остальном времени они просто ретранслируют. Или делают ток-шоу и новости и так далее, которые тоже имеют определенную часть пропаганды и так далее. Потому что на сегодняшний день кто-то работает, батрачит, скажем так. 24 часа. А кто-то курит сигару и покупает себе Порше и так далее. И дело даже не в Порше и в сигаре. Дело в том, что он не вкладывает в развитие местного рынка, он не вкладывает в журналистов, он не вкладывает в оборудование, он не вкладывает в местный контент. И собирает, тем не менее, вот эта категория телеканалов, они собирают почти 75% денег рынка. Из других 25% невозможно развивать этот рынок. Просто невозможно. Да, приходят международные партнеры и говорят, давайте мы вам дадим 50 тысяч на развитие контента на год. Разбейте 50 тысяч на год. Разбейте 50 тысяч на сколько людей должны работать на одной передаче, чтобы она имела рейтинги и так далее. Утро на ОРТ, программа утренняя, ее делают 125 человек. Одну передачу, 3 часа. 125 человек. У нас, я думаю, 3 или 4 телеканала, не включая Молдова-1, которые имеют хотя бы 100 человек рабочих. Журналистов, операторов, монтажеров и так далее. Как можно с ними конкурировать? Это просто невозможно. Таким образом, государство создает такую обстановку, когда мы не можем сами производить деньги, которые могли бы освоить действительно независимые телевизионные каналы, отдаются тем, кто просто ретранслирует. Государство с пониманием смотрит на нас, но ничего не делает. Спасибо, что вы нас понимаете. Хорошо было бы, чтобы вы нам еще помогали. Да. Сейчас, режиссерская, что у нас по времени? Чтобы я понимала, меняем тему или продолжаем? Супер. Тогда даже, думаю, будет чуть больше возьмем. Тогда меняем тему, потому что Дмитрий написал статью. Да. И я очень хочу, чтобы мы успели ее обсудить. Она связана с саммитом от 1 июня, который будет происходить в Республике Молдова. И назвал ты ее 1 июня, день маленькой Молдовы, день, который может изменить судьбу нашей страны. Почему ты считаешь, что этот день может изменить судьбу нашей страны? Во-первых, это абсолютно эксклюзивное мероприятие. То есть это второй саммит Европейского политического сообщества из 47 стран. И мы не 47-я на континенте, а вторая, которую организовываем этот саммит в Молдове. Почему этот саммит происходит в Молдове? Почему есть мероприятие 21 мая? Эти два мероприятия, они связаны с решениями или с обсуждениями, которые будут происходить поздней осенью, скорее всего в ноябре, в Совете Европейского Союза по инициированию переговоров с Республикой Молдова в процессе становления членом Евросоюза. 21 мая — это местные мероприятия, которые в целом мы действительно должны показать, что мы европейская страна, что мы принадлежим этому континенту, мы принадлежим европейской цивилизации, что мы моем так же, как и они по утрам зубы и вечером, что мы моемся, что мы одеваемся, что мы воспитанные люди, что мы учимся, что у нас есть очень разная и большая культура, и история, и так далее, что мы европейский народ, что мы часть этого континента и цивилизации. Это первое. 1 июня сюда прилетят 50 президентов, премьер-министров, главы Евросоюза и других европейских организаций. И это сделано на основе... То есть этот саммит происходит здесь, потому что президент Майя Сандо попросила, чтобы этот второй саммит произошел именно в Молдове до начала переговоров. Это выражение со стороны европейских лидеров и организаций Евросоюза, это выражение доверия и поддержки нашей стране, для того, чтобы действительно решение в конце октября, в ноябре, оно было позитивной для Молдовы. То есть это первый экзамен для Республики Молдова в становлении членом Евросоюза. Поэтому это важно. Мне, честно говоря, странно, потому что я мало слышу объяснений со стороны политиков в том плане, почему это так происходит. И я думаю, что в целом и президентура, и правительство, и парламент, и не только, то есть видные деятели нашей страны, они должны просто открыто сказать народу, да, действительно, нам это нужно, нам всем это нужно. Это не нужно только май и сан, это не нужно только правительству или парламенту. Нам всем нужно, так как мы сегодня едем в Европу без виз, и это на том же уровне со свободой масс-медиа. Да, есть страны, которые до сих пор должны, или граждане этих стран должны получить визу. Это просто сумасшедшая процедура, если я вспомню, да, как мы это делали, как мы сидели. Не все уже помнят, как это было. Стояли в очередях, как мы делали эти фотографии, как мы... Приносили квитанции, что мы платежеспособны. Да, и стояли в очереди для того, чтобы зайти, чтобы подать эти документы, потом опять в очереди, чтобы взять эту визу, и не только, и т.д. и т.п. Это породило в целом, как бы, миллион паспортов из Румынии, из Болгарии, не только. Но, тем не менее, это как бы социальные процессы. Мы говорим о членстве Молдовы в Евросоюзе, не знаю, когда это случится, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, это торговля, это безопасность, это социальное обеспечение, это много-много-много-много всего. Стандарты жизни? Стандарты жизни, воздуха, воды и не только. Для этого, конечно же, я думаю, что народ в целом должен понять, что не то, чтобы пришло время, оно всегда было. Мы должны взять на себя эту ответственность, высказать эту позицию и сделать этот шаг. Никто за нас не будет подметать улицы, никто за нас не будет строить школы. Мы должны сами это делать. Мы должны работать над собой, воспитывать себя, становиться намного умнее, намного ответственнее. Мы должны взять на себя эту ответственность, не ждать, что президентура, парламент или правительство сделают это за нас. Это наше. Эта страна наша. Это наша ответственность. Соответственно, мы должны это все делать. Все, что ты говоришь, это означает, что мы должны закончить с инфантилизмом, что кто-то придет большой за нас, решит и нас осчастливит, и понять, что действительно эта страна наша ответственность, и что мы здесь можем создать будущее для своих детей, которым не придется отсюда уезжать ради другой хорошей жизни. Да, и в этом смысле тоже. Я, честно говоря, после, не то что после, у меня 7 лет удачной дипломатической карьеры в Республике Молдова, я с ужасом думаю о переговорном процессе непосредственно. Потому что переговоры будут ввестись по всем направлениям. И, соответственно, мы должны быть умнее их, хитрее их, чтобы объяснить, что мы хотим сделать в сельском хозяйстве через 10-15 лет. Потому что если мы сегодня не скажем, что через 15 лет, может, мы захотим сеять самолетами, то этого не будет. То есть есть направления, которых у нас вообще нет. Но даже по этим направлениям мы должны будем вести переговоры в том плане, что да, это потенциально может случиться. Атомная станция по производству электроэнергии в Республике Молдова. Скажем, никогда. Но она может быть через 10 лет или еще что-то. Мы взяли на себя обязательства по декарбонизации. Очень высокую, очень большую. Я надеюсь, что министр Парликов, ему удастся, не будут ставить палки в колеса, ему удастся этот амбициозный план. Потому что я знаю, что он очень, сам по себе человек такой очень прагматичный и энергичный одновременно. И он знает, как внедрять эти планы в жизнь. Главное, чтобы политический класс не подкачал. Есть три больших приоритета. И проект страны, это должна быть интеграция в Евросоюз, потому что другого пути просто нет для развития страны. Если мы хотим деградировать, да, там возможности три, например. Если мы хотим развиваться и зарабатывать, и жить нормально, и хорошо, и достойно, и чувствовать себя достойно, это единственный путь. Есть два приоритета. Это развитие страны, и это народ, который живет в этой стране. Мультинациональный, мультиязыковой и так далее. В этом наша сила. Наша сила не то что в разнице, но в разнообразии, то есть в разнообразии, которое у нас есть. Это европейское, единство в разнообразии. Да, да. И мы не должны убегать от этого, мы должны в это инвестировать. Мы должны инвестировать в людей, в принципе. Вот на этой позитивной ноте мы будем сегодня заканчивать эту часть, но это не означает, что мы больше не будем видеться в этой студии. Обязательно, мне было сегодня очень интересно, поэтому приглашу обязательно еще раз, обязательно эту тему продолжим дальше. Для наших зрителей я с вами не прощаюсь. Я хочу напомнить, что, кажется, в 1997 году мы подписали первый документ, в котором Республика Молдова сообщила о своем европейском курсе развития, когда мы уже определились о том, что мы хотим стать будущим членами Европейского Союза. Что бы вам ни говорили, ни одна власть в Молдове, ни одна не отказывалась никогда от этого курса. И даже коммунисты, которые в 2001 выиграли на идею улучшения или вхождения в Союз России и Беларуси, в итоге отказались и в 2005 выиграли следующую предвыборную кампанию с лозунгом «Построим Европу дома, двигаемся в Европейский Союз». Мы много-много лет двигались в этом направлении. И только политики пытались различным образом, на различных уровнях дискредитировать саму идею. Но Европейский Союз — это стандарты жизни, это качество жизни, и это то, что каждый из нас на самом деле хочет иметь в своей жизни. Быть защищенным, чтобы твоя страна не была коррумпированная, дети росли в безопасности, было высокое качество медицины и образования. И это все то, что мы хотим. Если мы это хотим, мы должны объединиться и, как радушные хозяева, принять гостей 1 июня здесь, у нас в Молдове. А сейчас реклама. После рекламы мы поговорим с Михаилом Серкилей о том, как прошел первый тур Башкана в Гагаузии, и как он видит развитие событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова